Сегодня депутаты почтили в Севастополе память моряков Черноморского флота и стали гостями военно-морского праздника. Трехдневный визит европейских политиков в Крым стал, кроме прочего, большим опросом общественного мнения. Где бы они ни находились, французы задавали людям вопросы об их отношении к санкциям и к воссоединению Крыма с Россией. И они могли убедиться, официальные результаты референдума и настроения людей на улицах совпадают. Репортаж Виталий Каченко. Этот праздник в Севастополе можно сравнить только с Днём Победы. Вместе с десятками тысяч горожан и гостей со всей России за торжествами впервые наблюдают французские депутаты. При виде новейших кораблей и подводных лодок Черноморского флота гордость русских моряков гостям становится понятной. На катере, обходящем морской парад, глава французской делегации Тьерри Мариани, инициатор отмены антироссийских санкций и министр транспорта, при президенте Николай Саркази поблагодарил Россию и военно-морской флот за активную позицию в борьбе с терроризмом. Кадры ударов по позициям боевиков Сирии, крылатыми ракетами «Калибр», выпущенными с подлодки «Ростов-на-Дону» в конце прошлого года, облегели весь мир. Сегодня субмарина несёт боевое дежурство в Черном море и тоже участвует в параде. Что меня сегодня поразило во время парада, это тысячи и тысячи людей на набережной. Я считаю, что это наилучшее подтверждение того, что жители Крыма и Севастополя любят свой флот и свою Россию. Утром иностранные парламентарии возложили цветы к монументу героической обороны Севастополя и почтили память черноморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это уже второй визит французской делегации в Крым. Первая поездка летом 2015-го стала прорывом информационной блокады полуострова. Вместо танков и вооружённых людей на улицах, как описывали ситуацию в Крыму западные СМИ, гости увидели совершенно другую картину. Что изменилось для вас с тех пор, как вы вернулись в Россию? Изменилось всё. Потому что мы вернулись домой. Когда возвращаешься домой, ты всегда искренне рад. Потому что дома тебя всегда ждут. Верят и помогают. А даже из этой веры, ну, можно двигать год. Тот променад по вечерней Ялте осудил французский МИД. Украинские власти открыли уголовное производство по факту визита в Крым. И на три года закрыли членам французской делегации въезд на Украину. Реакция Киева тогда, как и сейчас, у них вызывает только улыбку. Половина из них снова приехали в Крым. Представительная делегация французских парламентариев в Ялте уже не первый раз и здесь, как вы можете видеть, встречают людей как старых добрых друзей. Все фотографируются. Ну и хотелось бы узнать прямо непосредственно у господина Тири Мариани. Скажите, пожалуйста, вот похоже, что Ялта испытывает проблему с туристами и вообще Крым под санкциями. Нет, нет, у меня нет такого впечатления, что санкции хоть как-то отразились на население. Или если есть санкции, то это очень приятно. Я думаю, что люди здесь, они имеют вид счастливых людей и людей отдыхающих. Мсье Мариани крымчан приветствуют на русском. Географию России можно изучать прямо на набережной. Вы откуда приехали? Санкт-Петербург. Волгоград. Санкт-Петербург. Хорошего вам отпуска. Сторублевая банкнота с видами Крыма и Севастополя. Подарок на память. Очень красиво. На ней символы Крыма. Десять депутатов национального собрания, в основном от республиканцев и сенатор. И это лишь третья часть французских парламентарьев, изъявивших желание посетить полуостров. Можно славить? Конечно, всем устраиваться. Мишель Вуазан, как ты обидел. О, отлично, всем спасибо огромное. Мишель Вуазан, представляющий Францию в ОБСЕ, на полуострове впервые. Правду, об истинном положении дел в Крыму он расскажет коллегам. Здесь очень милые, замечательные люди, девушки прекрасно одеты, и нет никакой разницы, здесь или на улицах Франции. Я испытываю ощущение спокойствия, миролюбия. Я вижу, что люди довольны. По грибам Асандры и уникальная коллекция крымских вин, насчитывающая 470 тысяч бутылок, старейший солнечный напиток и самый ценный экспонат в Хире с 1775 года. Мы берем ваш пиногрив, оно набирает у нас 30% сахара, и готовим совершенно шикарный натуральный ликвид. Депутату из провинции Шампань крымское вино пришлось по вкусу. Санкции лишили Европу не только крымских вин, но и замечательных фруктов. Они настолько вкусны, что Европа сама не знает, что потеряла. Символичное фото у памятника вежливым людям, российским военнослужащим, предотвратившим кровопролитие на полуострове весной 2014-го. Крымчан интересуют, изменилось ли представление о Крыме в Европе за прошедший год. Скажите, пожалуйста, а вы же уже не первый раз у нас? Нет, второй раз. Второй раз. И как? Как? Все развивается в лучшую сторону. Все развивается в лучшую сторону. Ну это замечательно, что не только мы замечаем. Спасибо, что вы это замечаете. Воссоединение с Россией – исторический выбор жителей полуострова. В ходе трехдневной поездки об этом парламентариям рассказывали люди на улицах и потомки французских эмигрантов, проживающих в Севастополе. Наш выбор в 2014 году был осознан. Это выбор навсегда. И чем быстрее в Европе поймут, что это выбор осознан и навсегда, тем будет лучше Европа. Я очень внимательно отношусь ко всему, что говорят о тех событиях, которые были два года назад. Я считаю, что если бы в то время Крым не высоединился с Россией, здесь был бы третий фронт наряду с Луганском и Донецком. Это вполне возможно могло быть. И важно то, что референдум отражает мнение людей. В Ялте гостям показали сквер блокаута. На газоне установлены фонтаны в виде огромных лампочек. Напоминание про теракт украинских радикалов, обесточивших полуостров. После строительства энергомоста через Керченский пролив проблем с электричеством на полуострове больше нет. На встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым отдельно обсудили положение крымских татар на полуострове. Европейские и украинские СМИ упорно твердят о нарушении прав этого коренного народа полуострова. Французы снова убедились, это очередной вымысел. Крымско-татарский наравне с русским и украинским впервые стал официальным языком в республике. Мусульманские праздники отмечаются наряду с христианскими. Строятся школы и мечети. Реабилитацию крымские татары, депортированные с территории полуострова, в 1944-м получили сразу после воссоединения с Россией. В составе Украины этого не удалось добиться за 23 года. Мы выяснили во время общения с представителями крымско-татарской общины, что все проблемы, которые у них возникают, решаются. Права крымских татар соблюдаются лучше, чем права русских в Прибалтийских республиках. Под Севастополем крупнейшее воинское захоронение за пределами Франции. В годы Крымской войны здесь погибло 50 тысяч солдат, осаждавших русский город. На месте бывшего концлагеря «Красный» под Симферополем вместе с крымскими депутатами они почтили память 15 тысяч зверски убитых и замученных советских граждан. Бережное отношение к исторической памяти и общее понимание современных вызовов. После недавнего теракта в Ницце сотни жителей Ялты несли цветы к стеле городов-побратимов и зажигали лампадки. После воссоединения с Россией полуостров посетило более 10 иностранных делегаций. Французы, итальянцы, американцы, китайцы. Следующий визит на полуостров французские депутаты надеются посвятить налаживанию экономического сотрудничества. Российский Крым – целое море возможностей. Вопрос признания нынешнего статуса полуострова всем миром. По словам Терри Мариани, вопрос ближайшего будущего.